Всем привет, друзья! Сегодня сделаем пару полезных самоделок из пластиковых бутылок. Для первой нам понадобится обрезок вот такой доски 150 на 50. На этом обрезке я нанесу примерную разметку. Точные размеры я покажу немного позже, так как сейчас буду подбирать их опытным путем. Но в любом случае, для начала необходимо выровнять заготовку. Для этого буду пользоваться торцовочной и ленточной пилой. Цель сделать ровный брусок. Также решил сделать на бруске скос под 45 градусов. Теперь немного зашлифую брусок, чтобы избавиться от заусенцев и мелких неровностей. Далее берем бутылку. Я сначала пробую на двухлитровой. Ее надо разрезать, как на видео. Задача вставить туда брусок и достаточно плотно его там зафиксировать. Смотрите, как примерно я это буду делать. Хочу заметить, что брусок надо расположить так, как на видео. То есть самая большая сторона бруска находится на резаном участке бутылки. И к этой стороне прибиваются скобы. Готово. Теперь для защиты деревянной поверхности стола подкладываю что-то негорючее и достаю строительный фен. Им я аккуратно грею бутылку со всех сторон, пока она плотно не обтянет брусок. Начинаю греть сторону противоположную разрезу, далее боковые стороны. Немного дольше надо греть донышко, так как там пластик толще. На все уходит примерно 2-3 минуты. Далее берем нож, линейку и вырезаем по контуру поверхности бруска лишний пластик, попутно вытаскивая скобы. Вынимаем брусок. И смотрите, что получилось. А получился, друзья, очень удобный контейнер или лоток для всякой мелочи. Я ради эксперимента решил немного поменять технологию установки бруска в бутылку. Не разрезая бутылку вдоль, а просто отрезав горлышко, просунуть брусок вовнутрь бутылки. Но сразу могу сказать, что оба способа примерно одинаково рабочие. В данный момент на видео я делаю уже третий контейнер и с каждым разом это делать все проще и проще. Лотки получаются достаточно прочные, не жидкие. В них, для примера, я насыпал разных саморезов. И, как вы видите, они полные и хорошо держат форму. Особо не гнутся. В общем, для хранения всякой мелочи самое то. А делаются совсем элементарно. Это вы видели. Такие продаются и готовые. Стоят не особо дорого, но не везде продаются. У нас, например, в маленьком городке я таких не нашел. Как и обещал, даю вам размеры бруска, которые мне показались оптимальными. Их можно незначительно изменить под свои потребности. Кстати, после изготовления контейнеров остались вот такие горлышки. Применение одному такому я нашел. Беру в руки маркер и делаю разметку. Далее беру ножницы и режу ими там, где удобно. Там, где ножницами неудобно, режу ножом. А горлышко отрезаю вообще на ленточной пиле. А теперь расскажу, для чего все это. У меня есть вот такой гравер. При обработке деталей таким гравером постоянно летят искры, пыль и мусор в лицо. Чтобы этого не было, как раз таки нужна самоделка из горлышки от бутылки. Откручиваем гайку на главе гравера, продеваем ее через горлышко, как на видео, и прикручиваем обратно. Возможно, не на всех моделях есть такая гайка. Она нужна для подсоединения тросика. Но даже без нее, думаю, можно каким-либо образом зафиксировать горлышко. И вот из бутылки получился защитный кожух гравера. Теперь искры и грязь не летят в лицо. Друзья, вот вам пару примеров, как можно использовать пластиковые бутылки. Получаются неплохие лотки и неплохие защитные кожухи. Хотя кожухов надо всего максимум пару штук. А куда деть остальные горлышки? Может предложите свои варианты в комментариях? Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, и пишите комменты. Те, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!